Светлана Климова работает на птицефабрике в Климовском с 1975 года. Как вырастить хороших цыплят знает. Важно, чтобы бройлеры быстро набирали вес, но в последнее время с этим большие трудности. Если прежде цыплята за сутки поправлялись почти на 60 граммов, в последний месяц вдвое меньше. На фабрике в дефиците качественный корм. Немного сои, подсолнечник, мясокосная мука, макро- и микродобавки. И гранула должна быть очень хорошая, крепкая гранула, а крепости гранулы нет. Не хватает подсолнечного масла для обменной энергии, не хватает сои в основном и аминокислот для усвоения протеина и обменной энергии. Да и аппетит у цыплят не очень хороший. Корм не нравится. Привыкли они совсем к другому. Сейчас работники фабрики вынуждены кормить птицу низкопротеиновыми кормами. В результате чего птица достигает в весе всего 500 граммов, вместо положенных килограмма 800. Птицу выращивают в течение 38 дней, потом передают в убойный цех. Маленькую полукилограммовую тушку мало кто захочет купить. И всю партию придется пустить только на дешевые суповые наборы. А это убыток предприятию. И покупателю не в радость. Продукцию местных птиц и фабрик череповчане любят. Я климовскую предпочитаю. Продукцию покупать колбасу и курицу. Вкусно, мне нравится колбасу, очень вкусно делает. В общем, у меня больше доверия. Не знаю, слишком много про импорт. Потом транспортировка большая, она, естественно, вызывает вопросы хранения, срока годности. Я выбираю вологодскую продукцию, потому что у нее очень хорошее качество. Если есть такой спрос, почему же на прилавках птицы все меньше? Охлажденной продукции местных птиц и фабрик уже нет. Бедро окорочка грудки только из-за морозки. Когда на предприятии сумеют вырастить снова полновесных цыплят, неизвестно. Ситуация может плачевно сказаться и на зарплате сотрудников птиц и фабрики. Ведь она напрямую зависит от качества птицы. А в Климовском и Шексне это градообразующее предприятие, 2000 рабочих мест. Наша задача здесь, единственное, что мы можем сделать, это сохранить рабочие места, сохранить поголовье. В общем-то, эта задача и ставится перед руководством птиц и фабрики. На данный момент зарплата, заработная плата выплачивается. Задержек нет, снижения заработной платы до сегодняшнего момента не было. Но это пока. Сегодня предприятие агропромышленного комплекса «АГО» на грани банкротства. В нашей области это три птицефабрики – в Климовском, Шексне и Вологде. Общая задолженность составляет свыше 9 миллиардов рублей. Основная причина – отсутствие оборотных средств уголовного предприятия, которое находится в Москве. Именно там и аккумулируются все финансы. И на развитие местных производителей денег не дают. Отсюда долги, например, за свет – свыше 10 миллионов рублей. Если долг не погасить до 8 августа, энергетики грозятся отключением. Это значит, что вся птица погибнет. Помочь птицефабрикам пообещал губернатор области. Попрошу записать воручение главе Череповецкого района создать постоянно действующую комиссию по недопущению банкротства предприятий агропромышленного комплекса АГО, по недопущению вывода профильных активов, комиссию привлечь работников Следственного комитета и прокуратуры Череповецкого района. По словам специалистов, в компании АГО нужен кредит порядка миллиарда рублей. Если правительство станет гарантом финансовой сделки, это позволит избежать банкротства, позволит сохранить рабочие места и продукции птицефабрик, так любимую череповчанами. Продолжение следует...